Снижение уровня бедности, рост продолжительности жизни, прорыв в технологиях и в экономике. Контролировать исполнение нацпроектов в администрации края будет отдельная структура. Так решил губернатор. Воинский долг, честь и судьба. Сочи дали старт месячнику оборона массовой и военно-патриотической работы. Впереди уроки мужества, встречи с ветеранами и автопробеги по местам боевой славы. Готов к труду и обороне, сегодня сочинцы сдавали нормы ГТО. Три золотых значка получили спортсмен, солистка музыкального ансамбля и казак. Какое пить молоко в Сочи? Заработала горячая линия Центра гигиены и эпидемиологии. Горожан готовы проконсультировать по вопросам качества и безопасности молочной продукции. Снижение уровня бедности, рост продолжительности жизни, прорыв в технологиях и в экономике. Вот главные цели приоритетных национальных проектов, об их реализации говорили в Краснодаре. Вениамин Кондратьев провел совещание с вице-губернаторами, руководителями профильных ведомств и министерств. На видеосвязи были главы муниципальных образований. Майский указ президента лег в основу 12 нацпроектов. Чтобы их реализовать, Кубань должна выполнить 42 региональных проекта. На совещании стало известно, что контролировать исполнение национальных проектов администрации края будет отдельная структура. Тему продолжат наши краснодарские коллеги. От демографии здоровья до построения цифровой экономики. 12 национальных проектов. Это стратегические направления развития России, сформулированные в майском указе президента. До 2024 года на это планируют выделить больше 20 триллионов рублей. И что важно, все нацпроекты должны быть детально проработаны на региональном уровне. В ближайшем будущем у кубанских чиновников будет много работы. Майский указ – это нормативный правовой акт, который нужно исполнить. Президент поставил перед страной задачу перед регионами, а значит перед нами, которую мы должны выполнить. А задача простая. То есть мы должны где-то кратно увеличить темпы экономического роста, ну и, конечно, кратно повысить уровень благосостояния жителей нашего региона. Майский указ президента лег в основу 12 национальных проектов, а у нас с вами 42 региональных проектов в развитии 12 национальных проектов, где мы максимально, каждый, я обращаюсь к коллегам своей компетенции, будет контролировать и реализовывать тот или иной региональный проект. И не просто с точки зрения административного контроля, а с точки зрения, в первую очередь, мониторить мнения жителей, насколько вокруг них конкретно появляются изменения к лучшему. Потому что одними отчетами наших коллег здесь я уж точно не ограничусь. В первую очередь заметными должны стать изменения в социальной сфере, медицине и образовании. Ведь это то, что ежедневно окружает каждого из нас. В рамках регионального проекта развития детского здравоохранения планируется построить новый лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы. Он рассчитан на 460 мест. По сути, это полноценное медицинское учреждение. Все ради снижения детской смертности. Еще одна ключевая задача – создание современной системы оказания медицинской помощи первичного звена. Мы должны расширить сеть медорганизаций. Но мы это и делаем в течение последних трех лет. Очень активно речь идет о строительстве офисов врачей, общей практики. И задача к 2021 году открыть в регионе не менее 300 офисов. Но такими темпами, как у нас сегодня реализуется эта тема, у нас сегодня их 254. Мы не сомневаемся, что эту задачу мы выполним. В конечном счете, все это должно сказаться и на росте численности населения края, а также увеличение продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году. Времени вроде бы и много, но не надо быть экспертом, чтобы понимать. Поставленные задачи выполнимы только при условии экономического роста. Чтобы добиться его, также разработаны региональные проекты. Ставку, в частности, делают на развитие малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае. Основными целевыми показателями наших региональных проектов к 2024 году являются увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, до 1 миллиона человек. Сегодня это порядка 750 тысяч человек. Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию. Увеличение числа микрозаймов, выдаваемых нашим фондом микрофинансированием, на сумму порядка 3,8 миллиардов рублей. Работа по всем направлениям грандиозная. Значит, контроль за исполнением строжайший на каждом этапе. Губернатор дал понять, что спрашивать за реализацию региональных проектов будет со своих заместителей. 42 региональных проекта, я понимаю, что они находятся в рамках определенной компетенции изначально. Но вот я бы хотел, чтобы тоже за конкретным из 42 региональных проектов был закреплен конкретный вице-губернатор и конкретный даже основное лицо, которое будет в целом отвечать за реализацию только регионального проекта. Потому что безответственно подойти к этому вопросу значит прородить безответственность. А безответственность тогда, когда нет конкретного лица, который отвечает за то или иное направление. Ведь задача сегодня, которую перед нами поставил президент, это не просто добиться в нашей с вами работе каких-то конкретных цифр или повышения. Цифра ли стат отчетности, а качество изменения жизни. Вот что сегодня стоит за майским указом президента. Качество изменения жизни. Люди, коллеги, вот ко всем обращаюсь, поверьте, они от нас ждут не отчетности, не на сколько процентов у нас что выросло. И какие у нас цифры сегодня ждут конкретного результата в их повседневной жизни. И результаты в их карманах тоже ждут. Вот это же естественно. А это уже как следствие того, что мы с вами наработаем. Один из целевых показателей нацпроектов – снижение к 2024 году уровня бедности в стране в два раза. Все это, конечно, проецируется и на регионы, где в свою очередь включаться в работу готовые в каждом муниципалитете. Ведь озвученные сегодня проекты – это и есть образ Краснодарского края в будущем. Среди муниципальных образований, среди глав, присутствует очень серьезная конкуренция на самом деле. И мы не то что готовы. Мы в прямом смысле даже, я вам говорю, боремся за то, чтобы мы участвовали в национальных и региональных проектах и программах. Это очень важно. И мы отдаем себе отчет, сколько это важно. На этапе реализации контролировать необходимо различные показатели. От того, куда и на что были потрачены деньги, до информации о том, чем заняты рабочие на строительных объектах. И здесь важно разработать адекватную систему контроля, обратил внимание глава региона. Этим займется отдельная структура в краевой администрации. Я решение сейчас приняло создать управление мониторинга исполнения национальных и региональных проектов. И вот, наверное, не за счет увеличения только численности администрации, а за счет перераспределения численности администрации создать такое управление. Оно будет подчиняться напрямую мне и докладывать о ходе реализации и национальных проектов, и региональных. За исполнением целевых показателей Вениамин Кондратьев следить будет лично. Раз в три месяца ему будут готовить детальный отчет о реализации национальных и региональных проектов в Краснодарском крае. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Вениамин Кондратьев обсудил с руководителем подрядной организации, как будут выглядеть школы для одаренных детей. Они появятся в Краснодаре и в Сочи. Губернатору показали презентацию образовательного учреждения в Кубанской столице. Новый учебный центр расположится на 12 гектарах. Помимо главного корпуса в проекте предусмотрено создание спортивного ядра и интерната на 600 мест, где смогут проживать дети со всего края. В школе будут действовать современные лаборатории для естественных наук, а также бассейн. Попасть в этот учебный комплекс смогут ребята после четвертого класса, которые сдадут специальные экзамены. Всего школа для одаренных детей в Краснодаре рассчитана на 1100 мест. К строительству приступят уже в следующем году. У нас нет возможности сегодня экспериментировать с подрядчиками. Нам нужны те подрядчики, которые имеют опыт строительства подобных школ. Это было высокопрофессиональные подрядчики, чтобы на самом деле и, как я уже сказал, не только по начинке, которую мы создадим, но и по внешним всем параметрам. Это были образцовые образовательные учреждения. Я уверен, что у нас получится. Мы готовы максимально вам помочь в реализации нашего совместного проекта. Но то, что такие школы должны появиться и в Сочи, и в Краснодаре, я думаю, ни у кого сомнений не вызывает. Дети – это будущее. Я уверен, что школа в Краснодаре и в Сочи – это будет такая станция, селекционная станция талантов. И уверен, что из этих талантов и будет создаваться успех. И экономический успех, и в целом развитие Краснодарского края, а может быть и всей страны. Знаете, Кубань становится некой столицей образования и законодательницы МОД. Потому что аналогов таких школ, а-ля среднего образования, я не беру высшие. Высшие, понятно, остаются все-таки Москвой, Санкт-Петербургом. Но столицей среднего образования, именно селекционного отбора, по крупицам, по зернышкам будут собираться эти умники и умницы. Но такого реально сегодня нет. И навряд ли кто-то уже из других регионов сможет догнать. Образовательный центр для одаренных детей появится и в Сочи. Его строительство планируют закончить уже в сентябре следующего года. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. КОНЕЦ В Сочи открылся месячник оборона массовой и военно-патриотической работы. В этом году он приурочен к 30-летию вывода советских войск из Афганистана и 25-летию начала операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне. Тематические мероприятия в эти дни проходят в школах города и домах культуры. А сегодня старт месячнику дали в парке Победы. Главными участниками мероприятия стали курсанты военно-патриотических клубов Сочи. Вот с такой патриотической песни началось сегодня мероприятие под названием «Воинский долг, честь и судьба». Привычно, что защитниками Родины в своем большинстве становятся мужчины, а здесь среди участников военно-патриотических клубов много девушек. И наравне с ребятами они продемонстрировали навыки владения оружием. Дети независимо от национальной принадлежности, от принадлежности к разным конфессиям, они все вместе. Их объединяет долг. Долг перед страной, перед Родиной. А что такое Родина? Родина – это семья. Это мама, папа, братья, сестры, бабушки, дедушки. В хосте несколько военно-патриотических и военно-спортивных клубов. Гренадер, морской пехотинец, ястреб, десантник, миротворец, отряд юной армии. Курсанты не раз становились победителями краевых и городских соревнований по армейскому рукопашному бою. Сегодня ребята получили специальные задания, которые необходимо выполнить во время проведения месячек оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Мы получили задания, например, экскурсии Хостинского района, надо в музей сходить, посетить базу Сочинского ОМОНа, урок мужества, празднование для защиты от чести Отечества. Ну и многое другое. Мы с нашим клубом будем выполнять его с гордостью. Хостинские школьники побывают в селе Веселое, где находится боевой зенитно-ракетный полк. Их будет сопровождать генерал-майор авиации в отставке Александр Прогунов. Туда должны приехать дети. Детей будем все показать им. Будет размещение солдат, питание солдат. Чтобы они представляли себе наяву, а не там по картинкам. У хостинцев есть свой парк Победы, который в 2012 году получил второе рождение. Местные жители трепетно относятся к этому месту, где всегда чисто и благоустроено. И есть задумка установить здесь стыло в память о погибших воинах, защитниках Отечества. У нас праздник Победы – это один знаковый праздник, самый, наверное, любимый, самый дорогой нашему народу и нашей стране. Поэтому было принято решение назвать его так. Ну и думаю, что он достойно несет это имя. А старт оборона массовой военно-патриотической работы в Центральном районе Сочи дала заместитель главы города Марина Бролюк. Торжественное мероприятие прошло в гимназии номер один. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сотрудники полиции предотвратили ввоз особо крупной партии наркотиков в Сочи, в том числе кокаина и мефедрона. На стационарном посту Магри сотрудники ДПС остановили Мерседес под управлением 28-летнего жителя Санкт-Петербурга. При виде правоохранителей водитель заметно занервничал. В итоге в ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли полимерные пакеты с порошкообразными веществами. Проведенная экспертиза и установлена, что изъятое является наркотическим средством, а именно кокаином, массой около 60 грамм, и мефедроном, массой порядка 2 граммов. Подозреваемый собирался совместно со своими знакомыми сбыть наркотики посредством тайниковых закладок на территории Сочи. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции удалось установить еще трех лиц, которые причастны к распространению наркотиков на территорию города-курорта. В настоящее время они все взяты под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Перелет из Краснодара в Сочи оказался самым дорогостоящим и невыгодным в России. Эксперты сравнили стоимость одного километра авиапути, 500 популярных рейсов в России и определили выгодные маршруты. Самой дешевой категорией полетов оказались дальнемагистральные международные направления, где в среднем цена километра 5 рублей 88 копеек. На внутренних рейсах средняя стоимость километра 7 рублей 88 копеек. Внутренний рейс Краснодар-Сочи в этом списке оказался на последнем месте и был признан самым дорогостоящим не только в России, но и в сравнении с зарубежными. В среднем за один километр пути пассажиры платят 35 рублей 40 копеек. Ну а самым выгодным оказался дальнемагистральный маршрут Санкт-Петербург-Дели 3 рубля 41 копейка за километр. Внутренний Красноярск-Москва 3 рубля 72 копейки, пишет РИА Новости. Наиболее дешевая категория перелетов – дальние международные направления, где в среднем километры стоят около 6 рублей. Продолжаем выпуск. Кубанские школьники до 1 февраля выберут предметы для сдачи ЕГЭ. У старшеклассников чуть больше недели, чтобы определиться и подать заявку. В этом году усложнились задания по биологии, обществознанию, истории, литературе и иностранному языку. Также изменения коснутся великого и могучего. В экзамене по русскому языку будет дополнительное задание, которое покажет, умеет ли выпускник правильно расставлять запятые. В 2018-м большинство школьников сдавали обществознание. Этот предмет выбрали 45% выпускников. Среди востребованных находятся также физико-биология, история и химия. Бланки с заданиями в 2019-м году, как и в прошлом, распечатают в аудиториях в присутствии учеников. Сочинцев готовы проконсультировать по вопросам качества и безопасности молочной продукции. Для этого на курорте открыли горячую линию. Консультация бесплатная. Обратиться к специалистам сочинского филиала Краевого центра гигиены и эпидемиологии, в том числе с вопросом, какое пить молоко, можно с 23 января по 4 февраля. Проконсультируют специалисты о том, кому и как необходимо заявлять имущественные требования в случае продажи некачественного товара. Звонки принимаются ежедневно с 9 до 16.00 по телефонам, которые вы видите на экране. Молодой музыкант в сопровождении известного оркестра в пятницу в зале органа и камерной музыки ценители классики смогут послушать Равеля, Алькана и Рахманинова. Симфонии и концерты прозвучат в исполнении корейского пианиста Хёк Ли. Выступит он в сопровождении сочинского симфонического оркестра. Сегодня в органном зале продолжаются репетиции пятничного концерта. Там побывала наша съемочная группа. Хёк Ли – музыкант из Южной Кореи, лауреат крупных международных конкурсов и виртуозный пианист. Ему нет и 20, а он уже выступал на самых престижных площадках мира. Новый опыт – зал органной и камерной музыки. Здесь он сыграет впервые в рамках проекта «Звезды Ямаха». Это цикл концертов, которые в Сочи дают молодые перспективные музыканты. Этот концерт состоится из двух отделений. В первом отделении я играю соло. Два произведения из французской музыки. Играю ночной гаспор Равеля. И очень редко исполняемая симфония для соло-фортепиано – французский композитор Алькана. Это вообще нигде не играют почти, поэтому я очень рад представить это произведение. Хёк Ли прекрасно говорит по-русски. Сегодня он студент Московской консерватории имени Чайковского. На концерте в пятницу южнокорейский пианист сыграет и в сопровождении сочинского симфонического оркестра. В тандеме они исполнят третий концерт Рахманинова. На минуточку третий концерт Рахманинова играет уже четвертый раз. Представляете, один из самых трудных, великих концертов вообще в русской фортепианной музыке. Сердце не может не радоваться такому торжественному шествию русской музыкальной культуры. Не менее виртуозно музыкант играет и Шопена. Он обладатель приза за лучшее исполнение его концерта с оркестром. Это звание Хёк Ли получил, будучи на конкурсе, самым молодым участником. Оценить талант южнокорейского пианиста сочинцы смогут в эту пятницу в зале органной и камерной музыки. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи сегодня сдавали нормы ГТО. Принять участие в ставшем уже традиционном спортивном фестивале «Готов к труду и обороне» мог любой желающий в возрасте от 18 до 70 лет и старше. Мероприятия прошли во всех районах курорта. Ну а те, кто не успел сдать нормы сегодня, сможет это сделать в середине февраля. Фестиваль проходит каждый сезон четыре раза в год. Пользуются ли ГТО популярностью среди сочинцев? Узнаем у Татьяны Говорковой. Бег на короткие и длинные дистанции, отжимания, прыжки в длину – это далеко не полный перечень дисциплин, которые входят в комплекс ГТО. Сегодня некоторые из них участники сдавали на базе первой спортшколы. Кто-то впервые решил попробовать свои силы, вовсе не занимаясь до этого спортом, а кто-то в очередной раз стремится к собственным рекордам. Юлия Семенова из тех, кто занимался спортом с детства. Сейчас преподает физкультуру в начальных классах, но нормативы ГТО сдаёт впервые и нацелена на лучший результат. Я привыкла побеждать, привыкла быть первой. К этому стремлюсь всегда. И хочу, чтобы мои воспитанники, которые в 18-й школе, всегда так же, как я смотрели, делали быстрее, выше, сильнее. Это почётно, это круто, это вообще замечательно. Появился комплекс ГТО сто лет назад, в послереволюционное время. Ведущую роль в разработке новых форм и методов физического воспитания сыграл комсомол. Те, кто учился в школе ещё до распада Советского Союза, помнят три заветные буквы ГТО или готов к труду и обороне. Эта программа физической и культурной подготовки основывалась на единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания населения. Переломный в стране период образовал пропасть в работе над воспитанием физической активности граждан. И в 1991 году комплекс ГТО прекратил своё существование. Только спустя 16 лет в спортивных кругах заговорили о возрождении ГТО. Сдавать нормативы начали спустя ещё 6 лет. В Сочи эта практика внедрилась только в 2017-м. И сразу 20 тысяч человек приняли участие в первом тестовом мероприятии. Спустя год количество желающих возросло ещё на 3,5 тысячи. Половина из этих участников получили заслуженные значки. Золотые знаки присваивает Министерство спорта Российской Федерации, а серебряные и бронзовые знаки присваивает Министерство спорта Краснодарского края. Но вы понимаете, что по краю очень много людей, поэтому если люди не получили, наши жители, граждане не получили серебряные и бронзовые знаки, то они обязательно дождутся их, они будут у нас. И мы им обязательно их вручим. Фестивали ГТО проводятся в Сочи каждый квартал. По итогам прошлого года больше 600 сочинцев удостоились золотых знаков. И сегодня свои награды получили трое участников прошедшего летнего фестиваля. Это тренер, участница ансамбля Люба Сочинской филармонии и представитель казачества. Спорт для Александра Богучарского всегда стоял на первом плане. И сдать нормативы ГТО для него не составило труда. Спорт, он всегда был и в прежние времена, и сейчас. Это главное. Если это оставить, я не знаю, чем дети еще будут заниматься. Есть прекрасный клуб Олега Провалея, куда я периодически хожу, занимаюсь. И вот Олег помог мне физически подготовиться, чтобы сдать на золото. Когда мы занимаемся спортом, нужно ставить какую-то цель. Куда стремиться? Меньше килограммов, больше бегать, быстрее бегать, выше и так далее. Первая минимальная цель – это достичь значок золотой ГТО. Цель поставлена, цель выполнена. Ура! Значок в руках. Значки ГТО реально могут получить не только спортсмены, но и любой человек, который хоть как-то старается вести активный образ жизни. Главное – желание и стремление. Для каждого возраста свои нормативы и количество дисциплин. Сегодняшнее мероприятие прошло во всех районах курорта. В нем приняли участие 300 сочинцев. Зимний фестиваль продолжается, а значит, тех, кто выполняет нормативы ГТО, тем самым возрождая былую главную физкультурную программу страны, можно будет увидеть в разных районах курорта. Татьяна Говоркова, Дмитрий Говорков, телекомпания ФКТ. 24 января российские дзюдоистки выступят на Гран-при в Израиле. Это будет первый международный турнир в мировой серии в этом году. В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из 54 стран. Наша команда проводит подготовку к стартам на базе Югспорта. Сборы на курорте проходят с 14 января. В основной состав команды входят 40 дзюдоисток. Сейчас на татаме он не полный. Часть команды уже провела сборы и отправилась на соревнования, которые пройдут 24 января в Израиле. Они дадут старт очередному спортивному сезону. Другие спортсменки продолжают подготовку к следующим стартам, которые являются отборочным этапом на Олимпиаду 2020 года. У нас много групп, много турниров, много целей, задач, подготовки. И поэтому одни уезжают на турнир, допустим, другие, наоборот, с него приезжают. И идет такая рабочая обстановка подготовительная, учебная, где-то там и нагрузки. В зависимости от того, кто куда готовится. Соревнования проходят каждую неделю из основных стартов Европейские игры и Чемпионат мира. Эти турниры являются титульными для спортсменов и несут большое количество рейтинговых очков для путевки на Олимпиаду, на которую стремится попасть каждый спортсмен. Через две недели оставшаяся часть основной команды отправится в Болгарию. Что касается юниоров, то сегодня они завершают свои тренировки. В Питере у нас будет 16 февраля Кубок Питера. И там мы будем все принимать участие. Это первый, так сказать, наш этап, где мы должны показать результат. Главный настрой психологический, физический. И все. Все получится. Часть основного состава женской сборной подзюдо вернется на сборы в Сочи после турнира в Болгарии. И будут готовиться к парижскому гранд-шлему. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. На этом я с вами прощаюсь. Новости уже на нашем сайте. Смотрите нас также в социальных сетях. Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники, Телеграм и в группе ФКТ ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти, макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...